Итак, добрый день. Мы сегодня с вами учимся работать с совместной работой в Рэвити. Для чего вообще нужна совместная работа? Предположим, если несколько человек работает над большим проектом, либо просто несколько людей выполняют одну задачу по выполнению определенной работы, совместная работа ускоряет выполнение данного действия. Либо можно разграничить область действия. Кто-то выполняет водоснабжение и водоотведение в ВВК, кто-то выполняет благоустройство, кто-то выполняет каркас. И все это можно видеть в одном измененном файле. Я не буду сейчас рассказывать на примере автодесковского облака. С ним бывают некоторые проблемы. Я буду рассказывать на примере работы с локальными серверами и локальными различными дисками. Это может быть и Яндекс.Диск, и Гугл.Диск, и Мэл.Облако. Главное, что не забывайте о сохранении личных данных. Чтобы человек мог работать адекватно с вашим облаком, вам нужно будет полностью предоставить ему доступ. Либо доступ к папке. Но по-любому ему необходимо, чтобы этот локальный диск у него отображался в моем компьютере. В данном случае у меня на примере будет Яндекс.Диск использоваться. И я его буду синхронизировать. Итак, что нам необходимо сделать? Вот, предполагаю, у нас проект с вами. Базовый. По умолчанию. Какой-то домик. Мне сейчас пока без разницы какой. Я его первоначально должен сначала... Ну, во-первых, давайте настроим его. Перейдем во вкладку «Совместная работа». И поработаем с рабочими наборами. Для чего они вообще нужны? Разграничить область действия, разграничить область пространства, скрыть ненужные элементы, чтобы не загружать наш проект. Это, грубо говоря, самым коротким, простым языком. Второе, что нам необходимо сделать для совместной работы, это адекватно в диспетчере проектов назвать все необходимые уровни, планы этажей, фасады, чтобы второй человек мог вас понимать. Не так, чтобы он вам писал, что значит вот этот план, который у меня подписан, план «не знаю» либо еще что-то. Чтобы вы могли разбираться. Ну, представим то, что у нас в диспетчере проектов уже все подписано. Я вижу план этажа, план этажа отдельный у меня, благоустройство отдельного у меня, то, что необходимо выводить уже на печать. И уже настраиваю теперь рабочие наборы. Во вкладке «Совместная работа» есть функция «Рабочие наборы». По умолчанию они у нас стандартные. Рабочий набор 1, общие уровни и сетки. Ок. Сейчас у меня файл немного интегрируется. Revit подумает, загонит все стандартные элементы в стандартный рабочий набор. Научимся их переключать вообще, где они располагаются с нами. Также появляется первое окно по созданию первого рабочего набора, в котором вы можете разграничить, либо видеть, кто какие рабочие наборы создал. Переключение между рабочими наборами осуществляется через вкладку «Совместная работа» при задании самого элемента в панели «Свойства». Итак, предположим, что вот у меня рабочий набор. Я создам еще несколько дополнительных. Пускай будет благоустройство. Благоустройство, рабочий набор. И объект. Можно отдельно семейство. Прошу прощения. Объект. Отдельно семейство, отдельно какие-то области. Можно включать их видимые, невидимые, редактируемые или нет, чтобы люди, которые не нужны, его не затрагивали. Соответственно, не меняли его. Соглашусь с выполнением данного действия. Сделать рабочий набор активный? Нет, мне не нужно. Пускай остается у меня стандартный рабочий набор 1. Перейду в трехмерный вид. Как перегоняются у нас элементы? Ну, либо из двухмерного, либо из трехмерного вида, без разницы. Я покажу на примере, просто выделю все элементы. И через фильтр оставлю только то же самое озеленение. Пускай будет озеленение. В панели свойств у меня есть возможность выбора рабочего набора. То есть, перегнать элементы в рабочий набор. По умолчанию все находятся у вас с вами рабочий набор 1. Я перейду в элемент благоустройства, рабочий набор. Также, что я могу сделать? Во вкладке «Совместная работа» зайти в рабочий набор и выключить для отображения тот же самый элемент благоустройства, если вам он уже не нужен. Вы его перегнали, все, вы им не занимаетесь. И уже будете работать со всем домиком. Они у нас не удалились, они просто скрыты для вида. Чтобы активировать, нужно снова нажать галочку. Итак, мы с вами активировали нашу совместную работу. Теперь сохраним файл на локальный наш диск, либо сервер, либо в облако. Файл. Сохранить как. Проект. И выбираем тот же самый Яндекс.Диск. Пускай он будет называться. У меня уже просто этот файл был совместно работой сохранен. Я его переназову совместную. Работа. Зайду в параметры, проверю основные настройки. Первое, что нам необходимо с вами сделать, это проверить, чтобы галочка на «Сжать модель в хранилище» после сохранения была активной. Это оптимизирует ваше рабочее пространство. Все остальное оставляем без изменений, нам пока это затрагивать не нужно. Нажимаю «Ок». Сохранить. Обязательно то, что вы должны запомнить, это после того, как вы активировали все, настроили, закрыть данный файл, чтобы интегрировалась модель в облако. Иначе все изменения, которые вы вносите здесь, у соседа, которого вашего откроет, либо у коллеги, он не отобразится, пока не будет выполнена данная операция. Сейчас он у меня сохраняется для совместной работы. Я его закрою. Немного подвисает из-за записи. Вот он у меня сохранился. Закрываю. После того, как вы закрыли исходный файл, который будет являться у нас коренным, я запустил два проекта, которые будут показывать, как работают два человека за различными компьютерами, но в едином файле. Обязательно, что вам нужно учитывать, то, что файлы открываются у нас не через проводник, который у нас в папке располагается, а через Revit. Это обязательное условие, иначе у вас не обновится сохранение наших данных. Итак, я нажимаю в первом проекте «Открыть». Выбираю тот самый файл «Совместная работа», проверяю галочку на создание, на создать новый локальный. Открыть. Заменяю существующую копию создания новой локальной копии из модели «Сохранилище» с тем же названием. Это бэкаповский файл, который по умолчанию создается на этом же сервере. Почему неудобно работать с открытым доступом, с ограниченным доступом по ссылке? На другом проекте я проделываю то же самое, на другом компьютере. Открываю файл «Совместная работа», тоже заменяю существующую копию. Итак, для чего у нас с вами создавались рабочие наборы? В первую очередь перейду на план этажа 1, здесь на план этажа 1 также. Для того, чтобы элементы, которые не нужны человеку, чтобы он их видел, чтобы разгрузить свой компьютер, либо просто разгрузил фронт своей деятельности, выделил и мог в той же самой панели свойств поменять рабочий набор, относящийся либо к объекту, либо к озеленению, либо отдельное семейство, без разницы. Как вам будет удобно? Перегоняя их в объект. Второй человек мог отредактировать, тоже создать либо свой рабочий набор, тоже перейти во вкладку «Совместная работа», «Рабочие наборы» и создать свой, предположим, окна. Окна, двери. Двери. Итак, окей. И перегонять окна, двери в необходимые наборы. Предположим, человек, который работает с окнами, дверьми, либо с любыми другими элементами, ну, он, во-первых, перегнал все окна, двери в необходимый набор, потом посмотрел такой, ага, мне здесь не подойдет дверь, пускай она отсюда вообще уйдет. Мне она не нужна в данном проекте. Второй человек попутно, пока занимается каркасом, думает, что гараж ему не нужен. Удаляет ненужные элементы, там, корректирует что-то, достраивает, без разницы. Я удалю ненужные элементы. Предположим, я гараж уберу. И заменим внешнюю стенку, внутреннюю стенку на внешнюю. Внешнюю. После того, как один из вас, либо один, либо второй, синхронизирует, эти данные будут доступны для общего обозрения. А конкретно, перейдя в файл хранилища, сверху вы видите, немедленная синхронизация горит. Это говорит о том, что файл итоговый был изменен, но еще не синхронизирован. Итак, я либо в панели быстрых команд, либо в вкладке «Совместная работа» нажимаю «Немедленная синхронизация». Конкретно здесь можно прочитать о том, что отправляются файлы, синхронизируются с копией, которая хранится на локальном сервисе. Человек, который удалил дверь, синхронизирует свой проект. Синхронизация. Пока компьютер немного повисит, произойдет синхронизация. Окей. Второй человек, в то время, пока там работал, чего-то очертил, ему первый говорит, «Проверь, я там обновил». Либо даже никто ничего не говорил. Он знает, что там были какие-то изменения внесены. Он тоже заходит во вкладку «Совместная работа» и для начала обновляет до последней версии. То есть к нему приходят изменения свои, он еще не отправляет изменения от его коллеги. Напоминаю, что у коллеги здесь дверь была удалена. «Обновить до последней версии». Ага. Дверь здесь удалилась. Окей. Тогда человек, который удалил здесь, в данном случае, гараж, отправляет фалл на немедленную синхронизацию. Второй человек, пока работает, там дальше достраивает окна, дальше достраивает двери, без разницы, что он делает. знает то, что его коллега попутно выполняет работу. Думает, а может здесь дверь поставлю, а давай обновлю до последней версии. Проверю. Итоговый файл. Либо гараж. Оп, здесь гараж упал. Он у нас исчез. При помощи рабочих наборов, разграничения обязанностей, так очень быстро настраивается совместная работа. В дальнейшем, по итогу, человек, который завершает работу, ему необходимо, во-первых, произвести синхронизацию со своим проектом. Сейчас у меня ревит, подвис. Произвести синхронизацию со своим проектом. Либо немедленное, либо с хранилищем. И уже может спокойно закрывать проект. Он ему не нужен. Появляется окно. Освободить элементы и рабочие наборы. На самом деле, здесь просто закрывается доступ для рабочих наборов для вашего коллеги, чтобы он туда не влез. Если вы уже перегрузили элементы в свой собственный созданный рабочий набор. Я... Пускай у меня повторное сохранение произойдет, доступ будет открыт для моего коллеги, чтобы он в итоге увидел файл. Здесь у меня рабочий набор сохранился, человек может продолжать работать с файлом и также по итогу отправляет на немедленную синхронизацию в свой итоговый файл. Итоговый элемент. После того, как синхронизация прошла, могут спокойно закрывать проект. И он откроется, опять же, освободить элементы. И он откроется с последнего сохраненного файла в самой системе. Это такие базовые АЗИС с рабочими нашими наборами, с совместной работой. Можно пользоваться, опять же, любым хранилищем, которое вам удобно. Если вам понравилось, вы знаете, что нужно делать. Все вроде бы постарался выложить предельно просто и понятно. Да, могут появляться ошибки синхронизации. Это может быть связано с оборотом данных на локальном диске. Не забывайте, что требуется время обновления того же самого диска облачного. Это связано не только с Google, Яндекс и прочими какими-то хранилищами. Это и с серверами связано, и с тем же самым сервером Автодеском. Поэтому, если у вас появляется окно, то что-то либо невозможно сохранить, подождите, и все будет хорошо. Всем спасибо, что были тут. Еще скоро увидимся. Скоро видео будет по семействам. Сначала пойдут базовые колонны, потом окна-двери, и постепенно будем наверстывать упущенные. Всем спасибо, что были тут. Всего доброго.